Я здесь лежу и хочу сказать, держите меня с севера, потому что я злая, как собака. Ужас, как собака на привязи, чтобы они провалились со своими лампочками из этой эпопеи. Потому что, несмотря на то, что я так выбирала и смотрела, я все равно купила не те, которые надо. Что испороблено было-то? Сейчас покажу. Я ж знала, что мне надо на это смотреть, я знала, я смотрела. Потом с этими ватами, как они там, черти и матыри, люмец, наша уплотненная всегда так сказала. Да я книга там у черти и матыри, так и я. Что я купила лампочки, которые не вкручиваются, вот, смотрите, внизу. А у них такие два штыречка по бокам. Здесь есть такие, продаются и торшеры, и все, и вверху сделано, старые какие-то, или что-то. Которые просто вот так ты должен вставить, и все, ее не надо вкручивать. Это я только пришла и увидела. Это теперь мне надо ждать. Сейчас скажу, почему завтрашнего вечера. Потому что я могу пойти поменять только завтра вечером. Ой, чтобы они провалились. Так, вы знаете, сколько стоит одна лампочка? Недаром они там цену не повесили. 9.30. То есть две лампочки 18.60. Вот, я только дома досмотрела. Я даже сама сканировала там и не посмотрела. Мне было жарко, вы видите, лицо до сих пор красное. Ой, ужас! Как я устала от этого идиотизма. Сейчас я вам покажу, какая должна быть лампочка. Она должна быть такая же. Во-первых, я не хочу такую вот эту вот. Вот эту вот такую вот. Я хочу обыкновенную круглую. Они тоже матры, но она большая. У меня нет вам показать лампочки, потому что надо идти... Я завтра пойду... А, как пойду в другой супермаркет? Может, там они есть. То есть я вот такую ее не люблю, лампочку. Она считается, что она там такая какая-то сильно полезная. А что там в ней внутри, кто ее знает. А она должна быть вот, видите? Вот, вот эта. Такая же, в общем-то. Это я нашла у себя. Потому что, ну, она у меня была. Потом я ее выкрутила, вместо нее купила. Такую, как я хочу. У меня и такая есть используется. Есть такая где-то там в какой-то комнате. Но вот такая должна, вкручивающаяся. Она даже у меня не в своей родной коробочке, а в другой. Потому что отсюда я... А, вот, 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 смотрите, вот. Видите, вот такую я лампочку хочу. Вот, вот такую. А их нету. Ой, чтоб они провалились. Чтоб они провалились. Как я это потерпеть не могу. Когда надо идти, что-то менять. Так. Ну, закончу с покупками. Потом расскажу эту историю. О чем мне надо сидеть дома. Значит, купила я еще огурчик. Такой, ну, же, как бы, проходила там мимо, купила. Значит, огурчик стоит 3 доллара. Потом купила вот эту, да, такую, ветчину. Ветчину. А, ветчина. Сколько она стоит? Не вижу. 5,30. 5,30, 200 грамм. Ну, такая вот. Говорят, моя влашая дочь, в соленой клеенке пожевать. Ну, приблизительно. Так, купила вот это, что вы миллион раз знаете. Пицца Бейс. То есть, это то, из чего делать пиццу. А, 4,50. Это упаковка. Ну, и купила я вот эту рыбку. Называется Монг Фиш. Еще она переводится по-другому как-то, как рыба черт. Это, знаете, такая хорошая белая мясистая рыба. Вот, 38 долларов килограмм. Здесь 400 грамм на 15-20. Ну, это вот то, что... А, нет, еще, что я купила. Так, как это достать тут? Не, не буду доставать. Вот там вот вам немножечко. Вот сейчас покажу. Вот здесь, да? Видно. Немножко, смотрите. Это это, это. Туалетная бумага я купила. Значит, туалетная бумага. Там ее 8 штук. 8 штук. 10 долларов. А что 8 штук? Вроде бы 12 я видела. Ну, в общем, ладно. Короче, сегодня у меня неудачный день. Там можно было... Это 10 долларов, а можно было 8 штук рядом купить другое. За 8,50. Ну, ладно, что там-то. Доллар 50 роли не играет. В общем, заплатила я 56 долларов, 59 копеек. Теперь мне надо с этим чеком завтра переться в магазин. Поменять эти лампочки. Эти отдать и взять другие. Если они там не знаю, ну, наверное, должны быть. Ну, вот понимаете, вот вроде бы смотрела, вроде бы видела. Потом в конечном итоге купить. Ну, так всегда бывает. Значит, я недаром поставила эти две вот здесь вот орхидеи. Орхидеи, ну, как бы не для красоты, а рассказать. Значит, если вы помните, перед Новым Годом я ходила в этот магазин, как он там называется, АВХАУС называется. Такой прям товарный магазин. И я там купила вазы. Я купила... Я, по-моему, купила 4 вот таких вот вазы. Вот таких 4 больших за полцены. Они так по 18 долларов. А так они были по 9 долларов. И я вот купила 4 таких вазы. Кто не знает, это орхидея Клеопатра. Видите, красотень какая. Очень хорошо. Она вот у меня здесь растет, корешки дает, ну, и так далее. Значит, 4 принесла. И это было спешл такой, то есть я хотела и больше. И можно было пойти и купить больше. Ну, там на следующий день. Но я не хотела переться на следующий день. И поэтому, поэтому я решила посмотреть в интернете. Можно ли купить в интернете. Думаю, там они обычно берут 5 долларов за доставку. Куплю. А я хотела купить несколько. И я думаю, куплю и домой привезут. Ага. Я пошла и купила. Купила со скидкой. Заплатила я 79 долларов. А что 79 долларов? Даже не помню. Так самое интересное, что там была бесплатная досталка. А значит, почему 79? Это значит, ну, в общем, не знаю, они были в разную цену. Значит, я купила 4 вот таких. 4 таких должно быть. И 4 вот таких вот. Вот таких вот. Смотрите. Вот таких больших, высоких, ровных. Потому что ты сталкиваешься с тем, что вот такие большие орхидеи. Они хотят растить и много корней. И тебе их как бы ставить, а тут между ними можно поменьше поставить. Ну, в общем, знаете, все эти вазы и баночки, они должны быть разные по высоте. Потому что, если они будут одинаковые по высоте у вас, они будут между собой неудобно будут. Цветы будут на одном уровне. Это очень сложно их пора ставить. Ну, и вот я ж вроде бы, вроде бы. Это было. Значит, я купила те, по-моему, 28 декабря. Те, которые 4 я принесла домой. Поскольку они были вот такие расклешенные, я их вот так поставила одна в одну. И поставила в сумку и очень-очень-очень аккуратно довезла. Я рассказывала в каком-то видео. Ну, а 8, знаете, во-первых, это тяжелая вещь. Во-вторых, мне, как я уже сказала, не хотелось ехать, а это был последний день. А я что-то там то ли не хотелось, то ли была чем-то занята. В общем, это кошмар. Что это за эпопе? 29 декабря. Ну, там оплата прошла, и мне присылают там письмо, и пишут, что доставка должна быть в течение 2-4 бизнес-дейс, то есть рабочих дней. Ну, хорошо. Я думаю, все равно до Нового года не доставят. После Нового года там первый нерабочий день, до второго нерабочий день. Ну, и начиная с 3-го числа. Я жду курьера. Я не могу, я не могу рассказывать спокойно, я начинаю беситься. Я жду курьера. Я жду курьера каждый день с 8 до 5. То есть я с 8 до 5 сижу как бы дома. Сижу дома, и никогда не хожу. Ну, или там какими-нибудь, может быть, перебежками выскакиваешь, что-то там такое, значит, это. Никого нету. Никого нету, никого нету, никого нету, никто не приходит. Каким образом курьер с нами контактируется? Поскольку у нас вокруг загорожено, на всех воротах, на всех, да, за исключением больших ворот, через которые я обычно хожу, там этого нету. Значит, есть, эта коробочка стоит с кнопочками, и у нас у каждого в квартире, ну, вы, наверное, видели у меня сто раз возле дверей, есть этот интерком. Ну, вот этот, телефончик, да. То есть тебе там на воротах набрали твой номер, либо твой адрес можно там же набрать. И тебе звонят, приехал курьер, раз-два потюкал, посмотрел по адресу, какой там у тебя номер твоего интеркома, набрал. Зазвонил, он тебе говорит, курьер, и ты выходишь на ворот, а пошел забрал свою посылку. Он обзванивает несколько человек, и все бегут, так, выйдешь и смотришь, с того подъезда кто-то бежит, с того подъезда получать посылку, с того подъезда. Все получили, всем хорошо. Там же возле этого и интеркома висит там наш этот property manager, то есть как бы управдом повесил такую под стеклом табличку, там каждый адрес есть, напротив каждого адреса есть номер. То есть если раньше ему надо было, а он там, например, не было этой таблички, какой номер интеркома, а он набирал адрес, там можно адрес набрать. И это было долго, то теперь там четырехзначный номер, там набирает, и тебе это. Это хороший курьер. Good boy, как я говорила, когда он там вызванивает тут везде, я говорю good boy. Значит, если bad boy, bad это плохой, плохой bad boy. Если bad boy, он ничего этого не делает. Он приезжает, никому не звонит, ничего не делает, заполняет карточку, типа, я, как-то по-английски access, то есть, если вообще домой привозят, вот моя дочь, да, живет там в своем доме, ей привозят посылку и ставят под двери. Если посылка небольшая, они могут бросить в ящик, но у нас курьер не может зайти, потому что у нас ящики теперь раньше висели на улице, теперь ящики висят внутри, так сказать, за забором, и он не может. Значит, почта, почта, это как бы новозеландская, вот у нас есть НЗ пост, новозеландская почта, но у нее есть отделение курьеров, то есть, есть почтальон, почтальон обыкновенный, да, который разносит там. Письма и всякое такое. А курьер развозит то, что оплачено для курьера, для курьера, там посылки развозит, почтальон тоже может развозить посылки, но те, которые оплачиваются для курьера, развозит курьер. Курьерская служба в этой новозеландской почте, ну там, такая система, вот. Так вот, если почтальон, он, у него есть ключ, он может открыть двери, зайти, разложить по ящикам и пойти. А у этого нету курьера. И вот, что они делают, ленивые эти, ну не буду говорить их национальности. Значит, они приезжают, под дверь он тебе, естественно, положить не может, потому что у тебя подъезд, еще и подъезд он зайти не может. Поэтому он берет, заполняет карточку, типа, не было доступа к твоей квартире, и бросают тебе эту карточку, да еще и раньше в ящики в твой бросали, а теперь бросают, там повесил у нас property manager, прямо на улице такой общий ящик, туда бросает эту карточку. Потом в конце дня, слушайте, это такой идиотизм. Потом в конце дня идет этот property manager, вытаскивает эти карточки и раскладывает по нашим ящикам, чтобы их не разворовали. А почему? А потому, что эта карточка, она может попасть в чьи-то руки, у нас тут воруют по этим, а эти ящики взламывают. Они хотят найти карточку для этого, банковские карты, потому что их рассылают тоже письмами. Ну, у тебя, Бардж, банковская карточка меняется, ее тоже рассылают тебе письмо. Ну, и они там шнырят найти эти карточки. Или такая карточка. По этой карточке можно пойти и получить посылку. Там у тебя паспорт, вообще никто и спрашивать не будет. Знаете, может быть, здесь в сети еще и спрашивают, но бывает так, что и не спрашивают. Посмотрели на твою карточку и отдают тебе. Это тоже зависит от того, кто там будет работать. Некоторые спрашивают там тебя там с фотографией. Ну, обычно у людей там, что там у них обычно здесь, это, как это, драйверская лицензия. Права, права, там фотокарточка есть твоя. Вот, ну, если такая, как я, у меня нет, то мне надо, как бы, паспорт взять на всякий случай. Если спросят, а могут не спросить, так отдать. И поэтому, поэтому, значит, курьер тебе не позвонил, тебе посылку не отдал, оставил карточку. Значит, потом ты смотришь на эту карточку, эту карточку надо идти где-то там получать. Где-то нужно куда-то тут ехать в сети, получать. Крайне неудобно туда ехать. Даже если бы это была маленькая посылка. А у меня же 8 вас таких здоровенных. Я их же там один в один не складывали, это точно. А не каждая в отдельной упаковке. Это здоровенный пакет такой. Ну, в общем, карточки нету. Когда ты получаешь такую карточку первый раз, ты можешь заказать, чтобы тебе привезли повторно. Это все в интернете можно сделать. Ну, я карточки не получаю, никакой нету. Я пошла и просто посмотрела в интернете, свою посылку потрекила. Смотрю, что уже приезжал. Меня он не контактировал, то есть мне он не звонил. Я иду в интернет, заказываю, значит, привезти еще раз. Жду. Опять жду. Жду, 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 жду. Ничего нету. 10-го числа нету. Потом там 11-го нету. 12-го нету. 13-го нету. 14-го, 15-го выходной. 16-го иду. В ящике лежит карточка. На карточке написано, что мы приезжали 10-го числа. Второй раз тебе привозили. Раз тебе привозили, второй раз. Третий раз не возят. Изволь туда идти получать. А почему не было карточки, допустим, 10-го? А потому что property manager, скорее всего, наш, который раскладывает их из общего ящика. Слушайте, я вас уморила уже. Он, наверное, был, скорее всего, отпуск у него был рождественский. Вот это он, когда вышел, он собрал все эти карточки, которые там лежали, и разложил по нашим ящикам аж 16-го числа. Ну, в общем, я такая злая была. Я плюнула на все это и думаю, не буду никуда звонить. Не буду звонить ни туда, где я купила тот магазин. Не буду звонить ни туда, можно звонить в эту... Вы не знаете, пост выяснять все это. А что я буду им рассказывать? Что ваш курьер не доставил мне посылку? Смешно. Ну, ничего, сижу. Когда, значит, в прошлый четверг, в чешный четверг или пятницу? Пятницу, по-моему. Звонит мне. Звонит с этого, он называется, бокс-лобби. Там, где эти посылки надо идти и получать. Самому. А оплату они получили за доставку. Им магазин оплатил доставку. И вот мне звонит женщина, говорит, а вы знаете, тут вам есть посылка. Ишь, как бы вы ее не получаете, мы ее назад отправим. Я говорю, ну что, вы придете получать? Я говорю, нет, я не приду. Она, почему? Ну, я ей рассказываю всю эту эпопею, которую вам рассказала. А она тогда говорит, ой, ну а что же делать? Как, что же делать? Ну, типа, звоните в это, туда, в это, в НЗ почты. Звоните туда, в это, там, где работа с покупателями. Там, ну, выясняйте, как бы, этот вопрос. И как это быть дальше? А я ей говорю, что я старая, что у меня нет машины. Я эту посылку притащить на себе не могу. Она тебе кто-то не может получить? Нет, мне никто ее не может получить. Ну, что делать? Ну, ничего. Ну, я говорю, хорошо. Я позвоню туда. Значит, в понедельник вчера я была занята. Я ходила, я себе пломбировала зубы. Целый день у меня был занят. Мне никогда было звонить, я не хотела. Я поездила к дочери. Потом, значит, сегодня меня уже взяла совесть. И я думаю, ладно, не буду я с почты ничего выяснять. Вот пусть с ними магазин выясняет, которого я купила. Я иду, беру, а его можно написать ему, этот, эмайл. Потому что он же с тобой контактировался. Он тебе говорил, что мы тебе посылку выслали. Я пишу эмайл. Я вижу эмайл, и я рассказываю эту эпопею. Чтоб не доставили, чтоб мне столько-то лет, что я не поеду ее забирать. И все. Вообще, я уже на этих денег, знаете, уже и крест как бы поставила. Я подумала, ну, и все, все, все. Вообще, ничего не хочу знать, не хочу ваших, ни вас, ни посылок, ничего. Никуда не поеду, вообще ничего не буду. Так как хотите, там сами и делайте. Отправляйте назад, типа, в магазин. Ага. Ну, и, значит, написала я эту жалобу. Типа, не жалобу, а, да, ну, жалобу такую, потому что посылку я не получила до сих пор. А уже почти месяц прошел. А, слышит, а там написано, ответ будет в течение 12 и 24 часов. Не прошло и час или два. Бац, звонок звонит мне. Звонит звонок. Разговариваю, там, наверное, индус такой, у него тяжело понимать. Они и так с акцентом говорят по-английски. Ну, развариваем. И, значит, как я уже так рассказала. Я ему рассказываю эту эпопею. И говорю, что посылка большая, я не могу ее забрать, я старая. Рассказываю, что когда хороший гуд гай, то он гуд гай, ну, парень, парень такой, или гуд курьер, гуд курьер, да. Бой или гуд бой, значит, то он доставляет, а бэд бой не доставляет, не хочет. Ну, а он, он как, он ничего. Он мне говорит, ну, хорошо, сейчас я буду сам звонить туда, в эту. А, я ему еще говорю, они с вас берут деньги за доставку, а посылку не доставляют. Я говорю, он доставляет только карточки, а посылку ты должен пойти и получить. Я ему говорю, это мошенничество, получается. Мошенничество, я и той тетке, что мне звонила с этой, с НЗПОС, я ей тоже сказала, что это мошенничество. Фрод по-английски называется. Фрод. Я ему это сказала, он говорит, ну, я буду с ними контактироваться, выяснять, и потом, значит, возможно, завтра организуем тебе Red Delivery. Доставка по-английски Delivery. Значит, Red Delivery, это, значит, повторная доставка. Я говорю, хорошо. Завтра мне нужно опять сидеть с 8 до 5 дома. Если не доставят, послезавтра. Потом я посмотрю в интернете, как там эта посылка идет. Очень, товарищи, я понимаю, что вам тошно слушать, а мне тошно целый месяц вот этим заниматься. Поэтому ужас какой-то. Ужас. Не знаю, буду держать вас в курсе. А, а дочке еще хуже. А у дочки тоже. А она там, ей надо было отправить посылку. И она заказала этого курьера из этой же NZ Post. Он должен приехать у нее, забрать посылку дома. Ну, а на эту посылку она выложила у себя возле дверей. Посылка лежит день, лежит два. Никто не приезжает, не забирает. Она тогда начинает звонить и выяснять. Ей говорят, ну хорошо, он приедет на другой день. Переназначили на другой день. На другой день он тоже не приехал. Вот это мы вчера в понедельник обменивались этими мнениями. То есть, мне не доставляют, у нее не забирают. Сегодня я ее спрашиваю, ну как, забрали или нет. Она говорит, так, я написала жалобу, вернули деньги ей. И она пошла эту посылку, сама отправила на почту. То есть, сама отнесла просто на почту. Она помогла это сразу сделать. Ой, товарищи, вот понимаете, идиотизма полно в каждой стране. Это вот значит такой сервис, такое обслуживание, отвратительное. И это при том, что это не один курьер и не одна эта почта. Тут их полно разных курьеров. Можно и других заказывать. Ну, других как-то я там не очень так привыкла уже. В общем, ужас какой-то. Поэтому позачувствуйте и порадуйтесь. Если у вас хорошо доставляют посылки, значит, это большое счастье. Ну, а здесь, чтобы тебя хорошо доставляли посылки, то надо жить в своем доме. Между прочим, другие курьеры приезжают. Если там пиццу ты заказываешь или еще там по Uber, какая-нибудь еда, это без проблем тебе достать. И этот же курьер с этой новозеландской почтой, если вы говорите, хороший парень, он вот это обзвонил, приехал, тебе отдал. Ну, а это вот так вот они работают. Поэтому теперь у меня лампочки будут лежать до завтрашнего вечера, а завтра вечером, ну, потому что после пяти уже курьер не ездит. Поэтому после пяти я буду свободна, мне можно будет пойти их обменять. Все. Я вас уморила. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры thì歓у. Умка. Продолжение следует...